Что не развилось в молодости, то станется неразвитым на всю жизнь, говорил публицист Дмитрий Писарев. В преддверии единого дня голосования молодежь присоединяется к предвыборной кампании и повышает свою правовую грамотность. Об этом мы и поговорим сегодня в студии. Это Актуальное интервью. Я хочу представить нашего гостя, секретарь избирательной комиссии Нинецкого автономного округа Лариса Свиридова. Здравствуйте. Добрый день. Лариса Викторовна, насколько необходимо вовлекать молодежь в предвыборную кампанию? Да, действительно, сегодня молодежь является самым главным движущим фактором в жизни Нинецкого автономного округа. Я говорю это не из-за красивого слова, а представляю, что 30% молодых избирателей от общего количества избирателей, это на сегодняшний день в Нинецком автономном округе. Значит, общее количество от избирателей у нас хорошая такая движущая сила молодежь. И кроме того, мы понимаем о том, что насколько сейчас идет кадровое обновление в органах власти и в то же время в участковых избирательных комиссиях, в избирательных комиссиях разного уровня. В итоге у нас, допустим, если сравнивая с предыдущими годами, с 2011 года участковые избирательные комиссии на 70%, а где-то и на 90% были обновлены за счет молодых кадров. Ну, 30% такая внушительная цифра, я бы сказала. Как удается достичь такой вот посещаемости выборов молодыми людьми? Сейчас я говорила не о явке, но мы, конечно же, ждем молодых избирателей. Избиратели, которые являются еще в категории молодежи, но уже 35-40 лет на выборы 2014 года. Но для того, чтобы и будущие избиратели, и молодые избиратели приходили на выборы, мы в течение всего этого времени, трех лет нашего состава, работали над повышением правовой культуры. У нас созданы клубы молодого избирателя на базе образовательных специальных учреждений, у нас созданы на базе школ клубы молодого избирателя. И, кроме того, у нас создана молодежная избирательная комиссия. И ежегодно у нас в рамках концепции повышения правовой культуры, которая была утверждена постановлением избирательной комиссии Нинско-автономного округа, принимается план. В этом плане мы утверждаем те мероприятия, которые должны повысить уровень правовой грамотности молодежи и привлечь ее внимание и степень доверия к институту выборов. А чем занимаются молодежные клубы избирателей? Кто туда входит? Как я уже сказала, они были созданы на базе профессиональных образовательных учреждений, колледжа, техникума и училища. Ребята в каждом из образовательных учреждений в количестве 15 человек создали свой клуб. Конечно же, всю работу координируем мы, избирательная комиссия Нинско-автономного округа. И целью этих клубов было в первую очередь повысить правовую грамотность, потому что мы ежегодно проводим курсы избирательного права и процесса. В каждом из клубов и привлекая еще другие студенческие группы. Кроме того, мы проводим мероприятия, ярким из которых являются деловые игры, выборы, когда полностью все образовательные учреждения проектируют в модельной игре весь процесс выборов. Вот таким образом молодые клубы избирателей приближают институт выборов именно к студентам, к молодым избирателям и делают у них институт выборов настолько близким, что прийти на выборы не только не составляет труда, но еще и многие вещи начинают понимать в рамках избирательного права и процесса. То есть они уже отвечают на вопрос, пойду ли я на выборы или приду ли я на выборы не с точки зрения, допустим, а что мне это даст, а с точки зрения они принимают позицию активного гражданина. Ну и конечно же это популяризация избирательного права и процесса. Кроме того, это кадровая система, которая приводит молодых людей, как я уже сказала, на избирательные участки, в участковые избирательные комиссии, комиссии другого уровня и конечно же во власть. Потому что когда они играют в модельные деловые игры, там есть не только участковые избирательные комиссии, которые считают голоса студентов, которые пришли на модельный избирательный участок, но конечно там есть свои кандидаты, свои штабы у кандидатов, своя агитация есть, антиагитация есть. К примеру, вы сказали, что они тренируются в играх. Вот какая, например, есть игра, которая позволит ученику школы понять, что такое выборы, зачем они нужны? Вы ученику школы и, как уже сказала, колледжа, технику и училища, вот я еще раз говорю, деловая игра выборы, которая полностью в модельной игре воспроизводит весь процесс выборов, начиная от принятия решения о том, что назначаются выборы в определенном образовательном учреждении и заканчивая именно избирательным единым днем голосования. То есть создается своя участковая комиссия, есть свой круг кандидатов, даже есть блоки кандидатов, есть своя агитация, есть свой электорат, есть свои разные игровые моменты, которые, допустим, мы все-таки стараемся делать акцент на то, чтобы они изучали избирательное право и процесс и не совершали ошибок, те, которые, например, в процессе настоящей избирательной кампании у нас могут привести к ответственности избирательного объединения или кандидата. Но, тем не менее, если у нас есть игровые такие моменты, когда там, например, антиагитация допускается или вброс бюллетеней, тогда, конечно, мы отрабатываем, что в реальной жизни было бы избирательного объединения или кандидата за то, что они совершают такие действия. Ну, без игры никак, без игровых моментов тоже никак. И мы пришли к тому, что стали избирать не только, например, дублера, директора и его команду, заместители и преподаватели, которые потом в День самоуправления руководят учреждением и проводят все занятия, но и пришли к тому, что стали избирать даже руководители общежития, заведующие общежития. Потому что немаловажная часть студенческой жизни проходит, конечно же, в общежитии. А вот эти учебные заведения, они как-то соревнуются между собой в знании избирательного права? Какое учебное заведение сегодня лучше владеет, так сказать? По результатам конкурса на лучший клуб молодого избирателя, который проводил данные модельные игры, у нас первое место заняла команда техникума. В 2013 году это была лучшая команда колледжа. И сейчас мы в этом году будем пробовать модельную игру, которая будет объединять все три образовательных учреждения и еще, чтобы школы пришли в качестве наблюдателей. Вот такие вот мероприятия, это один из способов увлечения молодежи. А что еще делается, чтобы молодежи было интересно приходить на выборы? Ну вот я, конечно же, здесь мы акцент делаем уже на молодежь, которая либо будет завтра избирателем, либо она уже избирателем. Потому что у нас есть целевые мероприятия, мы должны придерживаться норм права. И, конечно же, мы понимаем о том, что будущие избиратели со школ, они также наше будущее, и завтра они будут реальными избирателями, которые придут на избирательные участки. Или они будут тем каким-то внутренним двигателем, когда они приведут просто маму с папой за руку на избирательный участок. Это для нас тоже ценное качество, и поэтому мы привлекаем именно молодежь, которая обучается в старших классах, в сфере интеллектуальных мероприятий. Например, таким ярким мероприятием у нас является Олимпиада по избирательному праву и процессу. Она традиционно уже третий год проходит у нас, и ребята из сел, из города с удовольствием принимают в ней участие. И, наверное, такое достижение наше для нас приятное и значимое, когда у нас в прошлом году два человека даже приняли участие на уровне Российской Федерации в Олимпиаде по избирательному праву и процессу и заняли призовые места. Поэтому буквально за три года мы при помощи методического объединения историков, правоведов и преподавателей общества знания достигли такого результата. Конечно же, за количество мы здесь не можем угнаться, потому что мы понимаем о том, что избирательное право и процесс достаточно сложный, достаточно сложная отрасль знания. Но, тем не менее, сто человек у нас ежегодно участвуют, и лучшие из них получают достойные призы. Вот в этом году впервые был запущен проект специально для молодежи «Танцуй и голосуй». Это серия дискотек в самых необычных местах города, на площади Мороцей, на лыжероллерной трассе. И вот у нас есть сюжет на эту тему. Давайте его посмотрим. Вместо танцпола – гравий, вместо барной стойки – лавочки. Цвета музыка тоже весьма оригинальна – луна, звезды и костер. Владимиру Рожину танцевать не мешает даже гипс на ноге. Не замечая боли, дискомфорт, он веселится вместе с друзьями. Таких проектов для молодежи давно не хватало, отмечает юноша. Обязательно, обязательно нужны. И все. Для чего? Чтобы молодежи было куда-то сходить, повеселиться, пообщаться и так далее. Не пугает ни комары, ни дождь. Большинство из тех, кто пришел на лыжероллерную трассу, признаются – ночные клубы поднадоели. Дискотека среди елок и берез – какое-никакое о разнообразии. Это вполне хорошая альтернатива ночным клубам, так как сюда, во-первых, вход бесплатный, люди сюда приходят абсолютно бесплатно. И они не обязаны, ну, конечно, они должны потанцевать, как бы планировалось, но они этого не обязаны делать. Вообще сюда приходят – просто отдохнусь. Хотя что-то отдаленное напоминающее развлекательное заведение все же есть. Диджейская аппаратура, МС-ведущий и даже секьюрити – сотрудники полиции и частная охрана. Ведь лучший отдых – это безопасный отдых. Идея проведения дискотек на свежем воздухе появилась еще в октябре прошлого года. Поплатить ее в реальность решили сейчас, когда желание провести дискотеку совпало с потребностью вовлечь молодежь в выборный процесс. Организаторами проекта выступили ассоциации скаутов Ненинского округа совместно с клубом диджеев. Здесь не будет агитации, здесь не будет призывов голосовать за кого-то конкретно, за какие-то партии. Вот этого здесь не будет вообще никогда. Но призыв на выборы пойти, свою позицию выразить, тем более, что кандидатов у нас море сейчас, очень много. Выбирайте любого другого на любой вкус. Вот такую цель проект ставит. С того, что хотели добиться, организаторы добились. Молодежь готова идти на выборы осознанно и добровольно. Я считаю, что нужно обязательно ходить на выборы. Вы, во-первых, отстаиваете свои права, делаете правильные выборы, и от этого зависит ваше и будущее вашего округа. Ну, конечно, буду голосовать, потому что это ответственно. Нужно же выбирать. Не чтобы кто-то выбрал за меня. Впрочем, дискотека на лжероллерной трассе – лишь начало проекта «Нескучные выборы». Еще четыре пятницы подряд предвыборные танцы будут проходить в разных точках окружной столицы. Местами для встречи диджеев и активной молодежи станут детско-юношеский центр «Лидер», туристический центр, ночной клуб «Рэдтаун», лыжероллерная трасса в районе тепличного комбината «Солнышко» и площадь «Марацей». Так что танцуйте и голосуйте. Лариса Викторовна, ну, насколько эффективны такие акции? Такие акции привлекают, конечно же, внимание разных категорий молодежи, потому что мы понимаем, что есть молодежь, которая осознанно приходит, и есть молодежь, которая в какой-то степени с недоверием относится к выборам и считается, что, возможно, от их голоса ничего не зависит. Поэтому вот в таких мероприятиях молодежь объединяется, и все-таки мы достигаем цели той, чтобы молодежь повернулась, как я уже говорила, к институту выборам лицом, и, конечно же, пришла на избирательный участок, и все-таки доказала своим примером о том, что участвуя в выборах, от их голоса зависит многое. И вот данное мероприятие у нас входит в ряд мероприятий-акций, которые у нас сейчас проводятся к единому дню голосования, для того, чтобы увеличить явку, для того, чтобы привлечь внимание избирателей. И вот такая акция пойдет с 1 по 15 сентября. В рамках данной акции предполагается провести несколько флешмобов, которые также направлены на привлечение внимания. Они будут проходить во время вот этих танцевальных площадок. Кроме того, у нас будут работать волонтеры, которые будут приглашать всех избирателей на избирательные участки. Они будут одеты в фирменную экипировку с умолемами избирательной комиссии Нинско-автономного округа. И еще у нас будут мероприятия, которые направлены на работу, как я всегда говорю, с очень занятой молодежью. Это авторейды в нерабочее время и КВМ, конечно же, потому что КВМ всегда объединяет всех. Вот у нас такие мероприятия проходят здорово. Объединяют, допустим, там по 200-300 человек. Ну и, конечно же, тема выборов, она настолько многогранна, что все с удовольствием шутят по этой теме. Я напомню, у нас в гостях секретарь избирательной комиссии Нинско-автономного округа Лариса Свиридова. Лариса Викторовна, а что ждет тех, кто придет в единый день голосования в избирательный участок впервые в своей жизни? Мы приготовили ряд приятных моментов, когда молодые люди, посещая избирательный участок, во-первых, им будет вручена Конституция Российской Федерации и обложка для паспорта. Потому что мы считаем, что гражданин или молодой человек, когда он становится гражданином Российской Федерации, с активным избирательным правом, должен запомнить этот такой приятный момент, важный и торжественный. Поэтому у него об этом должен остаться небольшой памятный подарок. Мы будем вручать. Ну и, кроме того, все остальные избиратели, конечно же, тоже могут запомнить этот момент, когда получат приз по результатам конкурса, представив материалы, либо фотоматериалы, либо видеоматериалы, по результатам участия их и их семьи в выборах. Потому что палитра выборов — это у нас также традиционный конкурс. И мы принимаем туда все работы, которые выражаются в плакатах, фотографиях, в видео, в каких-то роликах, по участию семьи или конкретного человека в выборах. Поэтому ждем работы. Лариса Викторовна, ну еще у нас до выборов достаточно времени. У вас есть возможность обратиться к молодой части избирателей. Дорогие молодые избиратели, мы вас ждем непременно на избирательный участок. Я думаю, что вы, конечно, очень заняты. И я понимаю о том, что у вас также есть серьезные мероприятия. Но я думаю, что в единый день голосования 14 сентября 2014 года вы самым главным мероприятием для себя изберете участие в выборах. Мы вас ждем. Я думаю, что ждем вас не только в качестве избирателей, но и активных участников той акции, которая у нас объявлена. Спасибо, Лариса Викторовна. Спасибо. С нами была секретарь избирательной комиссии Нинского округа Лариса Викторовна. И говорили мы об увлечении молодежи в избирательную кампанию. Это актуальное интервью. Субтитры подогнал «Симон»